Добрый день! Я приветствую вас на занятии по теме валентность. Итак, мы с вами уже познакомились со сложными веществами и с простыми веществами и познакомились с их формулами. Итак, теперь мы с вами умеем правильно читать формулу, но еще нам нужно научиться их правильно составлять, и в этом нам поможет валентность. Но валентность немножко сложное слово. Для чего вообще используется валентность? Я уверена, что с ней вы еще не встречались даже в физике. Итак, валентность это свойство, свойство химического элемента, его атома, если быть точнее, соединяться со строго определенным числом атомов другого элемента. Например, если мы знаем, что в воде есть два атома водорода и один атом кислорода, значит один кислород может соединиться только с двумя атомами водорода. Итак, это мы умеем с вами определять с помощью индекса. Но как же с валентностью-то быть? Итак, валентность это как будто бы рука. Итак, водород имеет валентность 1, значит у водорода всего одна ручка. А если мы говорим о кислороде, у него две руки. Кислород имеет валентность 2. Итак, как раз таки кислород может соединиться двумя ручками с водородом. Не только у кислорода есть валентность 2. Например, у бария тоже валентность 2, тоже две ручки. Смотрите, разные элементы, но с одинаковыми валентностями. Мы еще не разобрались, что такое валентность, а уже думаем о том, что элементы есть с одинаковыми валентностями. Итак, чтобы не было путаницы, нам надо научиться определять валентность. Чтобы определить валентность, необходимо учитывать знание свое металлов и неметаллов. Давайте я вам напомню, что металлы у нас и неметаллы в таблице Менделеева разделяются с помощью диагонали от бора до остата. Если в своих табличках Менделеева проведете эту диагональ, то вы довольно четко разделите металлы. Они окажутся внизу под диагональю и неметаллы. Они окажутся сверху над диагональю. Так вот, для металлов и неметаллов существует немножко разное определение валентности. Итак, у металлов валентность определяется номером их группы. Это дико просто. Например, натрий находится в первой группе, у него валентность 1. Алюминий находится в третьей группе, у него валентность 3. Довольно легко. Все, что вам нужно знать, это сами металлы, да, где они располагаются, по крайней мере, в таблице Менделеева. У неметаллов все чуть сложнее. Во-первых, мы с вами запомним, что неметаллы начинаются от четвертой группы. А сколько всего групп в таблице Менделеева? 8, точно. Итак, эти 8 групп в таблице Менделеева нам как раз и понадобятся. Чтобы рассчитать валентность неметалла, необходимо из 8 всего количества групп в таблице Менделеева вычесть номер группы, в которой находится неметалл. Например, кремний находится в четвертой группе. Значит, нам необходимо сделать вычисление 8-4. И чтобы вы это не забыли, мы сейчас это еще раз посмотрим, как это работает. Итак, мы уже усвоили, что с металлами все дико просто. Номер группы равен их валентности. Итак, натрий в первой группе, валентность 1. Валентность мы записываем римскими цифрами, точно так же, как номера групп в таблице Менделеева записаны римскими циферками. Итак, для начала мы запишем элемент натрий, а теперь над ним припишем его валентность, римскую цифру 1. Если мы поговорим о следующем элементе кальций, он находится во второй группе, значит, его валентность будет 2. Соответственно, его номеру группы. То же самое мы сможем это записать. Мы возьмем элемент кальций и сверху мы ему пропишем валентность с помощью римских циферок, римская цифра 2. Итак, металлы довольно простые в определении их валентности, не металлы, чуть более сложные. Чтобы определить валентность азота, мы посмотрим, в какой он группе находится. В пятой. Значит, его валентность будет 3. Как мы это посчитали? Мы просто из 8 вычли 5 и получили 3. Это действие, которое обязательно проделывать, когда вы определяете валентность какого-то элемента, если это не металл. Итак, точно так же мы запишем, как для кальция, как для натрия, азот и его валентность сверху 3 римскими цифрами. Если мы возьмем какой-то элемент, еще ближе стоящий к концу таблицы Менделеева, например, хлор, который находится в седьмой группе, его валентность будет равна всего лишь единичке, как у натрия. Только натрий в первой группе, а хлор в седьмой группе. Потому что мы это посчитали. 8 минус 7 будет 1. Вот и сосчитали мы валентность хлора, что мы с вами и запишем. Опять же записываем элемент хлор и сверху записываем его валентность. Итак, определение валентности несложное, но нужно потренироваться. Если не тренироваться, то быстро все знания забудутся. Итак, но тут придется не только потренироваться и расставлять валентность по таблице Менделеева, но еще, к сожалению, что-то выучить. Но учить нужно совсем немножко. Итак, то, что мы с вами сейчас разобрали, называется постоянной валентностью. Например, у натрия, кальция постоянной валентности. Сейчас на слайде представлены элементы с постоянной валентностью. У них она всегда одинаковая. Заметьте, постоянной валентности только 1, 2 и 3. Они свойственны не всем элементам, а только тем, которые находятся в этих группах. То есть все, кто стоит в первой группе, имеют валентность 1. И она у них будет постоянная. Но не просто в первой группе, а в первой группе А подгруппе. Те, кто находится в Б подгруппе, будут уже иметь переменную валентность. Например, медь. Она находится в первой Б подгруппе. Соответственно, у нее будет переменная валентность. Может быть 1, может быть 2. Как медь этого захочет. Или как захочет этого реакция, в которую вступает медь. А вот натрий, он находится в первой группе, у него валентность строго единичка и никакая другая. Также к элементам с переменной валентностью относятся, например, железо, металл, с которым мы с вами хорошо знакомы. Так вот, у его элемента тоже переменная валентность. Может быть 2, а может быть 3. И вот это вот нужно будет заучить. Элементы с постоянной валентностью практически не нужно заучивать, мы их запоминаем, потому что она у них всегда одинаковая. А вот элементы с переменной валентностью нужно подучить, потому что сера, например, имеет целых 3 валентности. И это нам все понадобится, когда мы будем с вами составлять формулу. А без знания этих валентностей мы не сможем составить формулу. Итак, как же составлять формулу и как же использовать валентность, которая у нас есть? Первое, что мы должны записать элемент. Например, нас просят составить формулу оксида алюминия, алюминий О. Именно это мы и запишем, алюминий О. Итак, это самая простая часть. Теперь нам необходимо расставить валентности. Мы с вами знаем из предыдущего слайда, что у алюминия постоянная валентность 3. Ее мы и запишем над алюминием. А у кислорода постоянная валентность 2. Но вообще вам нужно запомнить, что у кислорода всегда валентность 2, независимо от обстоятельств. Итак, алюминий 3, кислород 2. Супер, классно, мы записали валентности римскими цифрами, мы огромные молодцы. А знаете, как их можно использовать? С помощью них можно определить индексы. И довольно легко. Существует огромный алгоритм, а мы с вами запомним сейчас очень легкую систему. Итак, мы берем валентность алюминия и начинаем ее перемещать. В соответствии со стрелочкой перемещаем ее к кислороду, правый нижний угол. Потому что мы с вами помним, что индексы ставятся в правом нижнем углу от элемента. Итак, и мы прям берем, перемещаем эту валентность 3 к кислороду. Переместили, все, мы нашли индекс кислорода. Валентность алюминия 3, значит и индекс у кислорода 3. А теперь давайте подумаем. У кислорода валентность 2, значит и индекс у алюминия будет тоже 2. Точно так же направляем его по стрелочке и записываем. Такой получается крест-накрест, да? От алюминия все идет к кислороду, от кислорода все идет к алюминию. Довольно удобно. А что же делать, если у нас валентности будут похожи? Вот валентности 2 и 3 вообще не похожи, разные числа. Они даже не делятся друг на друга. А если мы рассмотрим с вами оксид углерода, для углерода мы возьмем валентность 4, потому что углерода переменная валентность, а у кислорода постоянная 2. Давайте возьмем валентность 2. Итак, расставили валентность. Супер, мы опять молодцы. Итак, теперь переместим эти индексы точно по такому же принципу, как в предыдущий раз. Мы их направим сверху вниз, сверху вниз. Итак, сверху вниз направили валентность углерода, направили в правый нижний угол кислорода. Опять же, оп, валентность 4, круто. Валентность 4 перешла в индекс 4. Отлично. Значит, у кислорода валентность 2 перейдет в индекс углерода 2. Супер, мы составили формулу. С2О4. Но посмотрите внимательно на числа. Они очень похожи, да? 4 делится на 2. Значит, мы это с вами и сделаем. Мы с вами сократим в 2 раза все индексы. Мы можем себе это позволить. Мы же создаем формулу. Итак, теперь мы с вами сократим на 2 каждый индекс. То есть разделим на 2. Если у С мы индекс 2 делим на 2, у нас получается индекс 1. Помним из предыдущего урока, что мы индекс 1 никогда не пишем. А у кислорода индекс 4 мы тоже разделим на 2. И в результате получим 2. Эту двоечку мы уже запишем. И получится СО2. Я уверена, что вы знакомы уже с этой формулой. Это углекислый газ, который вырабатываем. И мы, и все живые организмы. Итак, но для чего же нужна вот эта валентность знания формул? Когда-то это все применялось, применялось, применялось. И собралось в один закон постоянства вещества. Помните, мы с вами говорили уже о том, что если мы нагреем воду, и она у нас с вами перейдет в газообразное состояние, она останется той же самой водой. Была H2, осталась H2. Здесь чем-то похожий принцип. Независимо от того, как мы получаем вещество, оно получится у нас одинаково. Неважно, выдохнули мы с вами кислород в процессе реакции в нашем организме, или же мы смешали соду с уксусом. Углекислый газ один и тот же будет получаться независимо ни от чего. Итак, я вас благодарю за занятие. Сегодня мы с вами прошли довольно сложную, довольно важную и нужную нам тему. И встретимся с вами на следующем занятии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!